Время для любви Время для любви Наша выставка состоит из двух частей На стенах вы сможете увидеть и прочесть фрагменты воспоминаний этих людей Они перемешаны в хронологическом и совершенно по-разному расположены И вторая часть это произведение современного искусства В основном произведение израильских художников Но не только, которые работают с темой Холокоста и пытаются как-то ее изобразить За моей спиной экраны, на которых актеры рассказывают истории, представленные у нас на выставке А также фотографии тех мест, в которых эти истории происходили География выставки довольно широка Здесь почти вся Европа, Германия, Австрия, Чехословакия, Венгрия и Россия Наша выставка разделена на части Все истории здесь отражены не в хронологическом порядке А они объединены общей темой, общим образом Который рифмуется и с теми работами, которые представлены у нас на выставке В первом разделе этот образ — это надежда, отчаяние И те чувства, которые давали людям возможность выжить И в таких нечеловеческих условиях, как условия Холокоста Первая работа на нашей выставке — это работа художницы Сигалит Ландау Которая называется «Надежда» Как вы знаете, современные художники очень часто используют Нестандартные и непривычные материалы для создания своих работ В данном случае это морская соль и веревка, которая была погружена в воды Мертвого моря Несмотря на то, что работа называется «Надежда», здесь заложен контрапункт и противоречие Потому что веревка, петля — это символ смерти, которая могла принести гибель большому количеству людей Но также соль — это то вещество, которое не дает ранам зажить и не дает воспоминаниям забыться Следующая работа — это работа художника Рами Атера И тоже интересна та технология, с помощью которой она была сделана В данном случае перед нами металл И техника наслаивания одного металла над другой Здесь сплав металла с латунью И как вы видите, этот образ спирали, которая закольцована За нее интересно взглянуть с разных сторон Такой своеобразной ленты Мебиуса, которая тоже связана с образом человеческой памяти По сути, это попытка художника изобразить неизобразимое Человеческую память и те воспоминания, к которым люди обращаются на протяжении всей жизни Попытка передать тот травматический опыт, который пережили люди, жившие во время и в период Холокоста А здесь представлена работа одного из самых известных художников на этой выставке Польского художника Мирослава Балки, для которого тема Холокоста очень важна Так как его семья во время Холокоста подверглась преследованиям И Мирослав Балка, у него такой необычный тоже метод работы Он использует найденные объекты, разные археологические фрагменты, фрагменты чужих жизней, чужой памяти, чужих домов Которые находятся в земле и из них делает свои работы Как он объясняет это сам, таким образом он сдает чужую память на хранение в музей Сохраняет, продлевает ей жизнь и никогда не дает названий своим работам, как правило И название у этой работы 68 на 45 на 57 Это замеры, длина, ширина, высота, замеры чужой памяти, которые он делает Вы видите, эта работа, она очень проста Здесь всего лишь металлическая плита с ковровым покрытием И лампочка, которая как символ такого, да, крыши дома, уюта, который под этой крышей находится Когда мы слышим цифры 6 миллионов или 20 миллионов евреев, погибших во время Холокоста Нам довольно сложно их воспринимать И мы воспринимаем их как нечто абстрактное Но когда мы слышим истории конкретных живых людей, рассказывающие об их гибели или спасении Нас это задевает гораздо сильнее Перед нами работа художницы Богны Бурской Фотоколлаж из 9 фрагментов Следы крови на снегу И эту работу она посвящает судьбе всех женщин, пострадавших и погибших во время войны и Холокоста И эта работа, она очень активно вступает в взаимодействие с соображением зрителя Потому что по этим следам крови, которые мы видим, мы вольно или невольно пытаемся реконструировать Вообразить себе, какие преступления могли здесь быть совершены, что здесь, собственно, происходило И с одной стороны, сложно не заметить эти следы крови Они настолько контрастные, яркая красная кровь на ослепительно-белом снегу С другой стороны, если представить себе, что этот снег растает, и эта кровь уйдет в землю И таким образом память об этих преступлениях и об этих воспоминаниях нелегко будет сохранить и передать Но в данном случае художница специально фотографирует эти следы крови Чтобы показать, насколько важно помнить о тех местах, где совершались преступления В работе Ли Янор «Бегущие» все совершенно очевидно Здесь понятно, о чем эта работа Здесь бегущая пара, которая спасается от чего-то, бежит навстречу неизвестности, навстречу своему будущему Довольно такая, да, сентиментальная работа Но здесь интереснее всего, наверное, то, как эта работа была сделана Потому что художница специально сперва делает такие размытые снимки в расфокусе, в движении А затем печатает их на двойном Это шелкография, она печатает их на шелке И поэтому, если смотреть на нее с разных сторон, с разных точек, будет ощущение, что эти фигуры движутся И, конечно, для нашей выставки эта работа важна Потому что она отражает тему дороги, тему неизвестности И тему влюбленных, которые спасаются и спасают свою жизнь Снизу здесь есть камень И если мы присмотримся, это не просто камень А этому камню приданы человеческие черты Это человеческая голова И образ тех людей, которые когда-то, возможно, жили в этом доме И осколок, фрагмент чужой памяти, чужих жизней, с которыми так любит работать Мирослав Балко Помещенный сданные на хранение в музей Он начинает говорить и пытается рассказать нам свою историю И именно по рукам можно было опознать жительницу гетто или узницу концлагеря Поэтому это не произведение современного искусства, а зарисовка с натуры И благодаря ему мы можем посмотреть на Холокост и на людей, переживших Холокост глазами самой художницы И еще важно сказать о том, что у людей в концлагерях не было имен или прозвищ У них были только порядковые номера Которые, как правило, наносились с помощью татуировок как раз на руки И в одной из этих историй, которые представлены на стене Истории Лали и Гиты Или, если говорить, называть их полные имена Людвига и Гизель Образ рук и татуировки становится главным Это единственная история, которая переведена на русский язык Вы можете найти роман «Татуировщик из Освенцима» И Лали как раз и был тем самым татуировщиком, который сделал Гите татуировку Одна из важнейших тем в истории Холокоста – это тема эмиграции и отъезда из Европы Когда люди стремились оказаться от мест, где они пережили трагический опыт, как можно дальше Три основных направления эмиграции – это Америка, Австралия и Палестина Которая после войны стала государством Израиля И поэтому не случайно, что на нашей выставке в этих двух работах проявляется образ моря Потому что, как правило, люди уезжали на кораблях, на суднах В основном, условия, в которых люди плыли на этих судах, они были совершенно неподходящими для человека Часто это были багажные отделения, трюмы или судно, где перевозили скот Но людям это было неважно Поэтому в обеих работах образ моря – это место, которое тоже очищает и смывает тот опыт, ту память, которую люди везли с собой Образ неопределенности, люди, которые оказывались посреди моря, не зная, что ждет их впереди Но помня то, что они оставили за спиной И в одной работе художница – это такой калаш из четырех обработанных сильно фотографий Очень мрачных и темных Только в одной из них виден горизонт, то будущее, на которое люди надеются А в этой работе, которая, как правило, вызывает больше всего иронических замечаний, насмешек и непонимания Художница отказывается от изображения моря и наносит только одну прерывистую линию Такая водная гладь, водная рябь И делает одну фразу, которую она пишет Фраза «see you» То есть по-английски «Увидимся, надежда на возможную и будущую встречу в дальнейшем, где-то за пределами Европы» И также «see», как слово, которое в английском языке значит «море», то есть «море» и фраза «до встречи» оказываются здесь созвучны И, конечно, современное искусство бывает довольно сложным и непонятным для восприятия Но важно отметить то, что смысл и эмоции рождаются только в контексте, когда работы соединяются с темами и образами, которые звучат в воспоминаниях Насколько нам получилось вызвать у вас эмоции и передать тему Холокоста изобразительными средствами, музейными средствами, судить уже вам